Спасибо большое, что дали мне слово Я приехал сюда с границы России и Китая Где я занимаюсь координацией групп и активистов и специалистов Которые пытаются сохранить общие реки России, Китая, Монголии, Казахстана Строительство плотин одна из самых больших проблем С которой нам приходится иметь дело Потому что это очень удобный способ вкладывать деньги Очень удобный способ отмывать деньги Очень удобный способ уйти от ответственности И быстро получить большую прибыль, часто незаконным путем В связи с этим Огромное количество компаний пытается строить гидроэлектростанции Большие и маленькие И сейчас в нашем регионе наблюдается очень важная и очень опасная тенденция Китай, который раньше строил очень много гидроэлектростанций на своей территории В своей части речных бассейнах Перестает их строить Просто потому, что люди начинают понимать, что они больше не могут затоплять землю Чтобы выселять Прежде всего потому, что местные жители очень активно против этого протестуют И всем уже хорошо известны негативные последствия этого строительства И хотя в предыдущие годы там строилось очень много плотин Сейчас уже официальные планы снизились в несколько раз То есть они планируют гораздо меньше, чем раньше Потому что понимают, что им не дадут это сделать И те, кто сумели отстоять свои реки Сегодня имеют гораздо больший шанс состоять их в будущем Но отнюдь не так в России, Монголии, Казахстане Потому что сегодня те компании, которые строили ГЭС в Китае С помощью китайских инвестиций Выходят в соседние страны Чтобы использовать хорошо известные им возможности И большой китайский капитал для строительства ГЭС в соседних странах Например, сейчас самая большая проблема, которой я занимаюсь Это несколько ГЭС, которые начали строить в бассейне озера Байкал Священного озера Байкал в Монголии Силами китайских компаний В силу этого, безусловно, у нашего дела есть большая надежда Если мы вместе, если мы понимаем, так сказать И умеем объяснить другим, почему важно сохранить живые реки Почему плотина, перекрывшая реку, уничтожает нашу среду обитания Причем, если эта река не имеет других плотин Она уничтожает ее не только там, где затопляется Но уничтожает все вверх И уничтожает многие ценности вверх и вниз по течению Вверх не идет рыба А внизу изменяется вся жизнь Перестает затоплять луга То есть в вашем-то случае внизу уже все испорчено А в большинстве случаев, так сказать, это излияние гораздо больше И я думаю, что в этом смысле очень важно быть готовыми Не просто отстаивать каждому свою маленькую речную долину Но вместе подумать о том, что делать с этим ужасным планом По 35 гидроэлектростанций во всей Сванетии Потому что даже самые маленькие станции, когда их много, наносят очень большой ущерб Эти станции, кстати, в Китае запретили в этом году первыми Просто, например, в бассейне международной реки Салуин Где долгое время правительственные организации и местные жители протестовали против строительства больших ГЭС В этом году запретили и маленькие ГЭС И их сейчас демонтируют А как вы знаете, возможно, в более развитых странах Например, в Соединенных Штатах Америки Ежегодное разрушение плотин, построенных раньше для того, чтобы восстановить живые реки Это сотни и тысячи плотин в год А сейчас начали с маленьких плотин А сейчас думают, что это очень сложная проблема Как разобрать большие Но это, раз построив, это огромная проблема и огромные затраты Восстановить это, если это допущено Поэтому легче всего для того, чтобы развивать нормальную экономику Иметь нормальную среду обитания И сохранить свою родину Легче всего этого не допустить Я желаю, чтобы вам хватило силы духа И сплоченности Не допустить этого на вашей территории И если вам понадобится какая-нибудь помощь Мы, международные сети, занимающиеся этим в других частях света Будем готовы прийти к вам на помощь Особенно потому, что я подозреваю Что те китайские инвесторы, которые сейчас пришли в Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Монголию и Россию Не обойдут вниманием и ваши реки Поэтому давайте защищать наши реки вместе Спасибо Спасибо